Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Геем. И сегодня мы играем в криналочку на серии Мазин Холиплей 1 серии. Моник здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, я перед началом хотел бы провести одну ситуацию насчет Сорокина, чтобы не было комментариев типа, вот, я поставил видео Сорокина, ты обманываешь на деньги. Расскажу вам вкратце. Сорокин депост в одной группе, что типа, вот, я обманул человека на стрим, и он ему писал еще в ЛС. Сейчас я никого, пацаны, не обманывал. Я сделал вчера этот стрим, можете найти его на канале. Все разнесилось, я списался с Сорокином, все уже хорошо, как бы, я никого не обманываю и не обманывал на деньги. Просто так вышло. Да, я виноват, что я задержал заказ, как бы, потому что у меня были проблемы, я не мог сделать стрим, но все разнесилось. Можете написать тому парню, что у меня стрим заказывал, либо саму Сорокину. Так что я, пацаны, никого не обманываю. Ну и погнали дальше. Минуточку внимания, хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, шестой раздел, листайте в самый низ и вот мой бизнес, сорок первый. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, у меня в тачке закончился бензин, короче. И в Ямахе закончился бензин, в BMW закончился бензин и Мерседес сломан. Денег у меня нет на ремку, поэтому сейчас бежим в банк, снимем бабки, потом где-то надо скутер взять и поедем за канистрой. Но пока бежим, еще немного расскажу насчет этого. Да, я виноват, что не сделал заказ изначально, не отписал заказчику, но просто, во-первых, у меня ЛС забито было. Как бы никого я кидать вообще не собирался, я таким даже не занимаюсь. Поэтому сорокин сильно громко высказался по тому, что типа вот я обманываю и так далее. Но мы с ним списались, поговорили, я стрим сделал, как бы и все хорошо. Все хорошо, поэтому надо там бомбить, типа что вот я там обманываю и так далее. Такого нету, пацаны, просто я задержал стрим и все. Но я его сделал, как бы и все хорошо, все разрешилось, все замечательно. Извиняюсь, если я буду заговариваться, потому что, блин, только проснулся. Вот когда я утром снимаю, постоянно я заговариваюсь, потому что, ну блядь, я только проснулся, я сонный, как бы, и мозг еще нормальный соображает. Чтобы вы понимали. Я думаю, не один я такой из ютуберов, что если утром просыпаются, то, блядь, мысли путаются и так далее. Поэтому это нормально, пацаны, это нормально. Так, зачем мы вообще сегодня собрались, пацаны? Я буду покупать интерьер, какой я давно хотел. Это интерьер среднего класса. У меня, кстати, уже был дом среднего класса Бусаева, но он у меня слетел, как вы помните. Да. Не по моей вине, конечно. Ну, можно сказать, и по моей. Ну, ладно, неважно, будем эту тему тоже затрагивать, короче. Сегодня я буду покупать интерьер за 500 тысяч, пацаны, да, именно 500 тысяч. Стоит интерьер среднего класса. Конечно, мне это прям не хорит, но, блин, я хочу, чтобы у меня дом был получше, среднего класса, и все было у меня хорошо. Поэтому сейчас бежим за скутером, потом едем на заправку за канистрой, и уже поедем в... Не знаю, как это называется, это типа, что покупать. Поэтому как-то так. Так, садись. Давайте, у нас чувак подвезет. На... Ой, к дому, к дому. Я, может, сзади я живу. К ферме, к ферме, к ферме, короче. Ладно, я думаю, лучше сейчас ремку купим, починим просто мерс, и поедем уже купим... Этот интерьер, потому что, блин, пока мы съедим за бензином и так далее, это уже долгое время будет. Поэтому сейчас берем, чиним мерс, надеюсь, там бензин есть, и едем уже в Южный покупать интерьер для дома. Так, все, меня подвезет чувак, давайте я куплю ремку. Все, я купил ремку. Я подкопил бабосиков немножко, и мне Тимошка... Тимошка, блин. Тимошка дал еще денег. Поэтому интерьер мы сегодня купим. Сто пудово. Давайте починим мерседесик, и поедем на нем. Кстати, что он открыт был-то? Так, репаер кар. Бенз у него есть, слава богу. Давайте, пока он починится, я вам покажу интерьер дома, чтобы потом могли сравнить. Так, подчинился, по-моему, да? Дом стоит 1 миллион, я его покупал за 1,5. И сейчас я улучшен, он будет среднего класса. У меня здесь куплен сейф и аптечка, да. По-моему. Сейчас давайте посмотрим команду. Так, стоп. Команды сервера. Организация недвижимости. ХУПГ, по-моему, да? ХУПГ. Вот, что у меня куплено. Сейф куплен или аптечка. Вот это нельзя сделать. И это тоже... А, не, улучшение сантехники, по-моему, можно, да. Ну, блин, 120 тысяч такое, блядь. Ну, будут бабки, пацаны, либо, может, кто-то быть спонсором хочет, то... Я купил бы сидушек. Но у меня, по-моему, сломан. Да. Такая вот печалька, да. Мы сейчас купим дом среднего класса и, думаю, это всё будет нормально. Это будет всё нормально. Короче, вот такой вот низкий класс. Сейчас я средний. Я уже видел. Помните, у меня дом Бусаева был? Вот это там такой же будет интерьер. Ну, короче, кто не видел, сейчас увидите. Насчет бизнеса, пацаны. Сейчас я вам покажу финку. Ну, это за сегодня финка, не обращайте внимания. Вот финка, короче. Вот, 94 тысячи. Вчера была финка 111 тысяч. Ну, нормально, что? Ну, вот владелец, вот, чувак какой, его, ну, словил, короче, когда у меня он слетел. Я не скажу, что тут большая финка была, что он сделал, типа, вот, финка большая. Ну, нет. Вот, тут финка больше, как бы. Ну, я просто хорошо пиарил, у меня, наверное, больше на пиар уходит, чем он приносит мне. Точнее, даже все деньги, какие приносит он, уходит на пиар, можно так сказать. Ладно, поехали в Южный, купим уже, наконец-то, этот интерьер. Блин, у меня вот этот даун на зелёном эрсе врезался, просто всю машину разбил меня. Прям, молодец, просто, красавчик, блядь. Ну, серьёзно, нахера так делать, я не понимаю. Давай, сейчас доедем в Южный. Эээ, бизнес. Ну, с аптекой у меня будет долго, я думаю, я не собираюсь продавать. Кстати, для тех, кто, блядь, говорит, типа, хочешь купить мою аптеку, пацаны, 16 миллионов. Почему так даю? А потому что я не хочу продавать. Если я буду продавать её, то именно за эти деньги. И, кстати, я продаю свою сим-карту, 4 восьмёрки. Это донат сим-карта за 3 миллиона. Кто хочет купить, пишите мне в ВК. За 3 миллиона дам свою сим-карту, 4 восьмёрки. Потому что вопросы нужны, это дёшево, 3 миллиона за такую сим-карту, как бы. Поэтому, кто желает купить, пишите в ЛС. Сим-карту мою. То есть, номер телефона, 4 восьмёрки, донатная. Так, вот мы приехали, здесь вроде бы находится агентство, типа, чтобы покупать интерьеры, дома свободные, смотреть здесь можно, по-моему. Так, давайте зайдём. Какой-то чувак, я вообще, так сказать, 5000 вход, блядь, вы серьёзно? Дороговато, дороговато, 5000 вход, конечно. Вот здесь, по-моему, можно квартиры, смотри, да, информация о свободных домах. А вот здесь можно инту покупать. Давайте, оп. Вот этот интерьер за 500 тысяч, короче. Чё могу сказать? Покупаем? Да? Фух. 500 тысяч, пацаны. Всё, купил. Так, теперь пишем хоус, по-моему, да? Хоус. А, не хоум, не по-моему, хоум. Да, вот, средний класс, теперь у меня дома. Самое круто, что не меняется не только интерьер, а и класс. И мой шкаф, кстати, нормально всё с ним. Блядь, я оплата дома будет дороже, типа, или нет? Да, по-моему, дороже, блядь. Вот это минусы, вот это минусы, на самом деле. Что оплата дома будет теперь дороже. Ну, ладно, блин. Отдал обратно свои последние бабосы, блин, за этот интерьер. Пацаны, блядь, за бизнес я последние бабки отдал. Вот теперь за интерьер. Да, я люблю рисковать, конечно, ну, чё ты поделаешь, пацаны. Просто я уже хотел эту титул купить. Как бы я на него бабосы копил. Поэтому, как-то так. Теперь сейчас поедем домой и посмотрим, какой же там интерьер. Я его видел, но ещё раз вам покажу подробно. Вот я доехал уже. Давайте сейчас посмотрим интерьер. Интерьер, я не знаю, пацаны, если я буду даже дом продавать, я его покупал за не пять, но за два ляма придётся мне его дать, потому что, ну, это справедливо, как бы. Дома воска лям. Я покупал перехвалов за один и пять. Во-вторых, здесь шкаф куплен и аптечка. И, в-третьих, интерьер. Интерьер куплен среднего класса. Вот такой вот интерьер прекрасный. Я помню, у меня бусай вот такой интерьер был. Просто по кайфу, реально. Здесь и видосы монтировал, как всегда. Мангальчик, так, здесь у нас ящики с оружием. Автомат у меня есть. Всё как надо, пацаны, всё как надо. Шкаф, кстати, я бы офигел, если бы шкаф бы обнулился. Кухонька у нас здесь есть, аптечка шкуплена, да. Так, я перебил, бинтовал свои раны, хотя у меня их там не было особо. И душ есть, какой сломан. Заебись просто. Просто заебись. Ну и, как всегда, горчица какая-то. Можно хоть поссать. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok